Мы в город Изумрудно идем дорогой трудной. Это слова из совсем другой постановки известной сказки, но общая канва осталась неизменной. Путь героев сопряжен со смертельными порой опасностями и завершается долгожданным возвращением домой. А каждый герой получает то, о чем больше всего мечтал. Исполнитель роли Страшилы, актер Михаил Басов, говорит, эта вечная сказка учит, что самое главное в темные времена держаться вместе. Надо учить наших детей жить. Не через интернет, а вот так, близкими контактами, сообщениями. Преодолевать препятствия вместе с друзьями. Постановщик Константин Яковлев подтверждает, на исходе этого очень непростого года очень захотелось чего-то именно такого, сказочного и обязательно с хорошим финалом. Тем более, что сама атмосфера новогодних праздников, не только сам спектакль, но и все, что происходит вокруг, теперь будет иной. Встреча с Дедушкой Морозом состоится у нас вот прямо перед занавесом в шахматной рассадке в зале у нас. И, конечно же, в этом году все игры предусмотрены такие, чтобы мы могли себе это позволить в пандемию. Плюс в этом году у нас работают аниматоры, задача которых не организовать, а наоборот разобщить всех наших зрителей. Впервые за 10 лет детскую сказку в постановке театра сопровождает не фонограмма, а оркестр. Это, уверены авторы, делает постановку еще более атмосферной, живой, отчасти спонтанной. У нас вчера было. Артистка немножко не успела договорить. Я остановил палочку, оркестр ждет меня. Мы подождали, пока она договорит. Я дальше дал следующий ауф-такт, да, и мы начали дальше играть. С минусовкой это невозможно, вас никто не подождет. Примерный показ спектакля состоится уже 19 декабря. Насладиться сказкой барнаульцы смогут почти до конца новогодних каникул. Илья Кчетков, Дмитрий Денисов. День с толком.